Накануне последней в этом году сессии Ильичевского городского совета, которая состоится 30 декабря, на заседание собрались члены депутатской комиссии по финансово-экономическим вопросам, бюджету, инвестициям и коммунальной собственности. Главной темой было обсуждение бюджета города на 2012 год. Во вторник прошло заседание постоянной депутатской комиссии по финансово-экономическим вопросам, бюджету, инвестициям и коммунальной собственности. На него были приглашены также члены других депутатских комиссий и руководители отделов и служб исполкома. Первые депутаты заслушали начальника финансового управления Наталью Чумель, которая рассказала об основных положениях проекта бюджета Ильичевска на 2012 год. Депутаты приняли решение рекомендовать сессии утвердить главный финансовый документ города. Это действительно бюджет достаточно сложный в связи с сложившейся ситуацией с ценами энергоносителей. И с достаточно пока что невысокими темпами роста заработной платы. Но вместе с тем этот бюджет будет, доходная часть бюджета будет на 16 миллионов больше, чем в 2011 году. Он составит доходную часть порядка 291 миллиона. И то, что отрадно, почему, наверное, комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы рекомендовать сессии принять этот бюджет. То, что практически по сходной части бюджета основные показатели предложены достаточно солидными и с учетом интересов жителей города. Это и то, что по образованию, если было 66 миллионов с небольшим, в 2012 году это 79 миллионов. То есть здесь учитывается и рост заработной платы, и потребности в компьютеризации школ, и приобретении другого оборудования для учебных целей, и ремонтов и так далее. Отрадно то, что будет, я думаю, если я примет это решение, было учены и потребности на социальную защиту населения. Если было где-то порядка 10, чуть более 10 миллионов 300 тысяч гривен в 2011 году, то почти 12 миллионов будет запланировано на 2012 год. И так по всем показателям. То, что касается капитального ремонта жилого фонда, расходы планируется увеличить почти в 5 раз. Начальник управления экономики Анна Шаповалова доложила по программе социально-экономического и культурного развития города на 2012 год. Как отметила Анна Борисовна, главной задачей программы является увеличение роста промышленного производства, что должно повлечь улучшение благосостояния горожан. По анализу, который представили предприятия города, нам, думаю, удастся поднять уровень средней заработной платы, выйти на 4 тысячи гривен. И те вопросы, которые связаны с социально-экономическим развитием, это стадион первой школы, это начало строительства гимназии, это ремонт в одном из блоков больницы. То есть это те вопросы, которые, на мой взгляд, волнуют жителей города, они учтены в проекте бюджета 2012 года. Единственное, что бюджет будет достаточно сложным и будет зависеть от успеха работы всех предприятий. Члены комиссии рекомендовали утвердить на сессии положение и ставки единого налога на территории Ильичевского городского совета. Также депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся структуры и численности исполнительных органов горсовета и установления надбавок и премий городскому голове и его заместителям.